В Ульяновске прошло очередное заседание штаба по комплексному развитию региона. Алексей Русских открыл совещание с вопросов о ситуации по коронавирусу. На амбулаторном лечении находится более 11 тысяч человек, на стационарном более 3 тысяч. Поэтому, как бы мы ни хотели, мы вынуждены идти на ужесточение мер, особенно в объявленные президентом нерабочие дни. Статистика заболеваемости коронавирусом в Ульяновской области за неделю ухудшилась. По итогам прошлой недели Ульяновская область по заболеваемости COVID-19 переместилась с 17-го места на 8-е среди всех субъектов Российской Федерации. Самая высокая заболеваемость COVID-19 зарегистрирована в Теренгульском и Вишкаймском районах. Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию и тенденцию к роста, полагаю, что в настоящее время требуется принятие дополнительных безотлагательных управленческих решений. Такие решения не заставили себя долго ждать. В период с 30 октября по 11 ноября, согласно новому указу губернатора Ульяновской области, будут работать только аптеки, продуктовые магазины, а также магазины с товарами первой необходимости. В соответствии с поручением губернатора Ульяновской области продолжается системная работа по повышению зарплат в регионе на 15%, что соответствует двукратному темпу инфляции. До конца года запланированы встречи Алексея Русских минимум с 10 крупными компаниями, чтобы провести переговоры о кратном повышении заработной платы. На сегодняшний день охват предприятий, которым работают органы исполнительной власти, а также муниципальное образование, составляет 1863 предприятия. Проведена работа и заключено соглашение с 563 компаниями о повышении заработной платы до конца года. Только за прошедшую неделю заключили соглашение 111 предприятий. На сегодняшний день нами выстраивается работа с федеральными холдингами и сетями. В Ульяновской области, как и по всей стране, продолжается всероссийская перепись населения. Данные переписи крайне важны, в первую очередь, для целей экономического планирования. По итогам переписи будут приниматься решения о создании каких-то экономических программ, о строительстве каких-то социально-культурных объектов. Пройти перепись можно тремя способами. Самый простой и безопасный – сделать это на сайте госуслуг при наличии учетной записи. Второй способ прохождения переписи – это на стационарном участке переписном. Это, как правило, близлежащая школа или здание МФЦ. И третий путь – это самый классический – это приход переписчика. Переписчик у нас специально надет, у него там специальные курочки, такой жилет, у него там бэджик, у него тут циряющие документы. В Ульяновской области продолжается отопительный сезон. В целом он проходит без сбоев. Локальные проблемы удается решать в оперативном порядке. На сегодняшний день пуск тепла осуществлен во всем многоквартирные дома. Все учреждения социальной сферы, культуры и образования также подключены к теплу. Вне штатных ситуаций на сегодняшний день нет. Есть обращения к гражданам по поводу теплых батарей, но это в первую очередь связано с настройкой уже внутридомовых систем погодного регулирования. В числе других вопросов аппаратного совещания – работа Центра управления регионом, реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также вопросы уличного освещения. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.